Министерство инфраструктуры нашло дополнительный источник финансирования дорожного хозяйства. Ведомстве предлагают взимать плату за проезд с крупногабаритного транспорта массой 12 тонн и более, как это происходит в некоторых странах Евросоюза. Перенимать европейский опыт в Мининфраструктуры решили после того, как столкнулись с катастрофической нехваткой средств на ремонт дорог в текущем году. Накануне министр Максим Бурбак заявил, что и в 2014 году «Укравтодор» вынужден продолжить печальную традицию ямочного ремонта. По его словам, из необходимых 32 миллиардов гривен на содержание 170 тысяч километров дорог в госбюджете доступно 15 миллиардов гривен. Из них более 10 миллиардов придется направить на обслуживание и погашение ранее привлеченных займов. Но, как стало известно, обязать владельцев грузовиков компенсировать ущерб за изношенность дорог правительство сможет не ранее 2016 года. До того момента пока не подготовит законодательную основу и не найдет инвесторов. Хотелось бы отметить, что для сбора оплаты с грузовиков создадут систему, при помощи которой деньги будут поступать непосредственно на счета Государственного дорожного фонда. Для этого дороги, которые Кабинет министров определит платными, всего около 21 тысячи километров, оборудуют специальными приборами учета информации и пунктами обслуживания. В Министерстве инфраструктуры рассчитывают, что при внедрении сбора платы на дорогах общей протяженностью 21 тысяча километров ежегодные поступления составят от 4 миллиардов до 8 миллиардов гривен.